Продолжение следует... 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 В связи с тем, что праздник всех святых не предусматривает соединения с каким-либо другим праздником, кроме особых случаев, то почти во всех приходах празднование в честь обретения главы Иоанна Крестителя будет совершаться накануне, в пятницу 5 июня. В тех же приходах, в которых на 5 июня попадает престольный праздник, то обычно тогда празднование обретения главы Иоанна Крестителя не переносится. Тогда 5 июня совершается празднование в честь престольного праздника, а 7 июня празднование всех святых и празднование обретения главы Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, вы знаете, пострадал за правду при царе Ироде, который ради обещания, которое дал на Перу в честь своего дня рождения, исполнить любое желание своей приемной дочери, которая угодила гостям, приказал по ее просьбе обезглавить Иоанна Крестителя и принести ей главу Иоанна Крестителя на блюде. Иродиада, такое наименование получила жена царя Ирода, даже собственное имя ее не сохранилось в истории, всячески издевалась над главой Иоанна Крестителя и приказала потом выбросить ее на свалку. Через некоторое время благочестивые жители Иерусалима по откровению Божию обрели главу Иоанна Крестителя и с честью ее сохраняли. Поскольку Иерусалим многократно подвергался нападениям врагов и разорениям, то, чтобы сохранить главу Иоанна Крестителя, ее спрятали, а место, где спрятали, уже не могли найти. Тоже по откровению Божию на горе Ильонской была обретена второй раз глава Иоанна Крестителя. Поэтому существует в церкви праздник первого и второго обретения главы Иоанна Крестителя. Когда же было иконоборческое гонение, то почти все мощи Иоанна Крестителя были уничтожены иконоборцами, сохранилась только глава и десница, кисть правой руки. Глава была обретена в третий раз и в честь этого третьего обретения было и установлено празднование третьего обретения главы Иоанна Крестителя 7 июня. Торжество совершается или в этот день, 7 июня, или переносится в зависимости от прихода, где 5 июня есть престольный праздник или нет престольного праздника. На предстоящей седмице в четверг будет праздноваться память святителя Луки Крымского, исповедника. Святитель Лука является нашим современником. Он жил в течение 20 века, был великим врачом, хирургом. Его имя вписано в историю медицины. До сих пор учебник, который он написал, очерки гнойной хирургии, используется в учебном процессе в медицинских институтах. Но кроме того, что он был великим врачом, он также являлся и святым человеком, исповедником. Он много пострадал от большевиков, был в ссылке, в лагерях. Но, имея веру в то, что Господь никогда не дает нам крест выше наших сил, он смиренно переносил все испытания, все издевательства, которые совершали над ним большевики. И своим терпением он превзошел их рвение в его мучениях. Промыслом Божиим он был освобожден из лагерей во время Великой Отечественной войны, когда понадобился его талант как хирурга и организатора медицины. За свои труды он даже был удостоен высшей награды того времени Сталинской премии. И как лауреат Сталинской премии он уже получил некоторую неприкосновенность. И до ареста, и в лагерях, и после того, как вышел на свободу, он постоянно носил монашеское облачение, поскольку был в то время уже епископом. И являлся в этом облачении даже на прием к гражданскому начальству, что боялись делать многие священнослужители, боясь гонений. Святитель же Лука безбоязненно исповедовал всегда свою православную веру и свою принадлежность к церковной иерархии. Поскольку он был лауреатом Сталинской премии, то его иногда приглашали как такого заслуженного человека в школы, чтобы он выступил там перед пионерами и комсомольцами. Поскольку святитель Лука был исповедником, то на все эти встречи, куда его приглашали в школы, он также являлся в рясе, с панагеей, в клобуке. И, конечно, его встреча в основном была посвящена его работе как врача, но сам его вид он пробуждал в слушающих размышления о том, что если такой заслуженный человек верует в Бога, то, наверное, и нет в этом ничего плохого, как тогда всех школьников учили. И вот сам вид святителя Луки возбуждал в школьниках вопросы, которые они, конечно, ему задавали после встречи, и он всегда старался на них ответить честно, и ответы эти приводили к тому, что многие и многие люди приходили в церковь. Конечно же, это властям не нравилось, и его постепенно перестали приглашать на такие встречи. К концу своей жизни он полностью потерял зрение, поэтому не мог уже совершать операции. Но Господь настолько поддерживал его, что богослужение он совершал, будучи уже совершенно слепым, и люди, которые не знали, что он слеп, не могли сказать, что он ничего не видит. Он совершенно свободно передвигался по церкви, по алтарю, смотрел собеседнику прямо в глаза, и люди, которые не знали, что разговаривают со слепым человеком, они совершенно ничего не могли заподозрить. Представился святитель Лука в Крыму, был там погребен в Симферополе. Со временем над его могилой стали твориться многие чудеса. Его честные мощи были обретены, и он был прославлен в лике святых. Частица его мощей есть во многих концах православного мира, и от них совершаются многочисленные чудеса. Также чудеса совершаются и по молитвам к святителю Луке, крымскому исповеднику. Его святыми молитвами доподаст и нам Господь. Благодать Святого Духа исцелит и тело наше, и душу, и сделает нас также причастниками Царства Небесного. Спаси вас, Господи!